не согласиться по поводу нищеты, 20 тысяч рублей в среднем, это не так. Средняя заработная плата в стране 73 тысячи рублей. Да, это так, я могу показать расчеты. Вот нам бы очень хотелось всем показать, чтобы нам показали расчеты по всей стране, по всем, правда, друзья? Вы хотели бы видеть все расчеты, сколько у нас трудящихся и у кого 73 тысячи рублей в месяц зарплаты, из которых вычитают там налоги и так далее и тому подобное. 73 это средняя по стране. Какой уровень должен быть квалификации, образование, количество времени работы и так далее. Помните, я вам рассказала, что в Макдональдсах по 3, допустим, доллара во всех странах мира. Вот это глобальная экономика. То есть должны инженеры одинаково получать, что в США, что в России, что в Украине и в других странах мира. Везде, где существует глобальная экономика, под которую подписались у нас звезды Российской Федерации. Так что, друзья, у кого не 73 тысячи, а меньше, я не говорю, что уже там это средняя, средняя зарплата по стране. Услышьте меня, средняя я. Это вам не высшие квалификации рабочие. Знаем это от работодателей. Знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции, они все учтены. Вот слышали? Вы слышали, что сказал Мишустин? Он все знает, работодатели ему дали, вот и так далее и тому подобное. Вот слышите? Все все вам выплатили, никаких задержек нет. Все услышали, что отчет прекрасен, все замечательно, страна садится идет и пахнет. Да, кстати, ищут Владимира Путина, ищут уже за границей, задают вопросы, где он, что происходит внутри страны. Я думаю, что в скором времени мы зададим вопрос еще и, где общенациональный лидер. А то у нас получается В. Путин и В. В. Путин, общенациональный лидер, одно лицо. В. Президент Российской Федерации, ниже стоящая система и общенациональный лидер. Это знаете, как дворник и король. Может быть, в одном лице? Нет. Но у нас в России такое может быть чудеса. Поэтому средняя зарплата 73 тысячи с копейками. Ну вот, пишите, пожалуйста, у кого 73 с копейками, я могу ответить, что у меня статистика совершенно другая. То есть меня это не устраивает, это просто тотальная ложь, колоссальный обман и воровство, даже тех денег, которые выделяются на содержание нашего населения. Население уже, население, друзья мои. И это, конечно, просто безобразие. И вот это Госдума, Совет Федерации, они все молчат. Знаете почему? Потому что их зарплата не соответствует их статусу. Я не говорю там про что-то еще. Статусу не соответствует. Они не зарабатывают те деньги, которые им выплачиваются. Но их все устраивают. Поэтому они будут молчать. Так что спасибо огромное разным журналистам разных стран мира, которые поднимают эти вопросы и показывают эту ложь. Очень жалко, что они только не говорят о том, сколько им еще это выплачивается, потому что Россия еще сегодня страна мертвых душ из-за Российской Федерации. Так что делитесь, друзья. Пишите, делайте комментарии. Пусть весь мир знает, что такое Российская Федерация, что такое иудейская ига, что такое ложь, обман, провокация. Ну и готовимся, друзья мои. Вы Путин, это понятно. Уже это Кириенко, это понятно, не вы Путин. А теперь кто общенациональный лидер? И какой России? И кто эту Россию сделал? И где документы? Пусть нам представят и Ватикан, и ООН. Так что, друзья, разыскиваем ВВ Путина, общенационального лидера. Русский народ России, владелец земли в России, а также официальные представители Российской империи не избирали общенациональным лидером. Всех благ.